В современное время трудно представить, что существует на свете безграничная любовь, которая способна вознести человека до святости. Примером бесконечной и самотверженной любви к своему супругу, а позже ко всем людям без исключения, является Ксения Петербургская. Давно мечтала приехать к святой Ксении Петербургской, поклониться и поблагодарить. Часто к ней обращаюсь. Родилась Ксения, предположительно, в 19-30-х годах, 18-го столетия. В 18 лет девушка обручилась с Андреем Федоровичем Петровым, он был военным. В браке прожили Ксения с Андреем недолго. Муж скоропостижно скончался. Молодая вдова сильно переживала кончину супруга. И тот факт, что он не успел принести покаяние Господу перед внезапной смертью. Она принимает решение вымолить у Бога прощение за земные грехи мужа, выбрав для себя очень сложный путь – юродство ради Христа. С тех пор она начала подвижнический путь. Дом и все свое имущество она пожертвовала бедным. Знакомые Ксении и начальство покойного мужа принимали ее за сумасшедшую. Пытались отправить для ее же пользы и безопасности в какое-нибудь богоугодное заведение. Но, ближе пообщавшись с ней, убеждались в том, что с умом и памятью бездомной все в порядке. Позже люди стали замечать, что женщина в своих простых словах и советах спасает их от беды, предостерегает от опасности, приносит счастье в дома. После таких многочисленных случаев народ стал считать Ксению блаженной. За городом в полях она беспрестанно молилась за всех. Впереди мы видим храм Смоленской иконы Божьей Матери. В ночное время Ксения часто проводила на могиле мужа и тайно приносила кирпичи для построения вот этой новой церкви. Сейчас мы направляемся туда. Там будет Петя Кафист, Ксения Петербургская. Мы приехали на праздник, когда почитается святая Ксения Петербургская. 6 февраля. Вот так выглядит этот храм. Ксения Петербургская. На улицах Петербурга больше половины своей жизни. Похоронили Ксению на Смоленском кладбище в Петербурге, на Васильевском острове. Здесь мы и идем. Сразу после ее смерти на могилу стали приходить люди. Молиться, просить помощи. Многие брали частицу целебной земли с собой, разбирая могильную насыпь. Позже над могилой возвели часовню. Архитектор Всеславин в начале 20 века спроектировал новую, которая была построена и освещена на месте старой. Здание часовни было выполнено в русско-византийском стиле с чешуйчатым шатром и представляло собой один из красивейших архитектурных объектов Петербурга. В этой часовне ежедневно совершаются молебны и паникиды. Людей приезжает все больше и больше. Верующие обращаются с молитвой к Блаженной Ксении Петербургской об исцелении души, о даровании здоровья, исцелении, о мире в семье, о благополучном замужестве, о рождении детей, о разрешении споров, конфликтов, о помощи во многих других житейских и душевных трудностях. Побыли мы на молебне, поклонились матушке Ксении.